Понедельник совсем не обязательно должен быть трудным, особенно когда лето, жара и отпуск. Городские пляжи тому в подтверждение. Сегодня здесь многолюдно, шумно и по-летнему атмосферно. В этом году впервые все три барковских карьера – официальные места купания. И так на первом припарковаться можно без труда. Через несколько метров оказываемся уже на пляже. Сразу что бросается в глаза – это окурки в песке, несмотря на то, что вдоль всего пляжа установлены урны. Сами отдыхающие довольны, признают, что чистота зависит от них самих. Все зависит больше от нас. Сами мы здесь мусорим. Приезжаем, мы здесь частенько бываем, а порой после выходных сами мы не привыкли. Мы не культурные. Везде ветки валяются, но вы же сами видите. Ну, я сказала бы, что среднее состояние. Какую оценку? Ну, я думаю, что на три. Там утром ходит какой-то молодой человек, он убирает. Ну, потом в конце, конечно, уже тут грязноват. Бучки, сигареты, пачки пустые. Ну, грязноват. От кого это зависит? От нас. На втором Барковском карьере также на мачтах развиваются флаги. Их цвет зависит от температуры воды и рассказывает посетителям, насколько комфортно купаться. Это нововведение нынешнего лета. Здесь тоже есть медпункты, бесплатная вода, на вышке дежурят спасатели. И снова такие же окурки по всему берегу. Так что, если мы бы еще не сорели, вообще бы красота была. В этом году первый раз здесь? Ну, окурков много, конечно, валяется. Хочешь поделать. Мусор, мусор ездят. А так, ничего, вода чистая. Очень чистый пляж. Вода также очень чистая по сравнению с другими водоемами. Тем же карьером, который находится чуть дальше. Очень понравилось. От Варковки до пляжа ведут дорожки. На выходе есть где помыть ноги и лавки, чтобы переобуться. Информация о кабинке, урной по всему пляжу. Нормально. Урны поставили дополнительно. Мусор меньше стал. Лавочки. Ну, хорошо, я считаю. Я думаю, нормально. Ну, побольше мусорников. А так все хорошо. На Ореховом озере отдыхающих тоже много. Из отличий, здесь установлен детский городок. Загорающий рассказывает, что еще недавно берег и заход были неудобными и глинистыми. Но после статьи в популярной городской газете все исправили. И теперь белый песок радует не только глаз, но и пятки отдыхающих. Единственное, что хорошо, это они покосили траву. А, значит, после заметки, вот песочек привезли, вот они его вот аж вот туда засыпали, хоть выходить теперь из воды хорошо. Дело в том, что, во-первых, и песок привезли вот недавно, песок чистый. Вот сюда хорошо отдыхаетесь, когда погода хорошая. Вот. Вода тоже отличная. Особенно приятно слышать довольные отзывы гостей города. Их можно найти на каждом из пляжей, и они рады делиться впечатлениями. Из Ухты. Ухты, это далеко. Сколько ехал? В две сутки с половиной. Нравится, что тут так тепло, и озеро такое. Теплое? Да. А чисто, грязно? Грязно и чисто. Ну, вам здесь очень нравится. Вы вообще гости города. Мы приехали к вам из Карелии, из Петрозаводска. Вот, и как выясняется, это лучший выбор. Здесь купались мои родители, моя бабушка. Мы приехали, и это прекрасно. И мы можем сравнивать с прошлыми годами. Прекрасный желтый флаг. Спасатели всегда на месте. Очень такие позитивные ребята. Чисто, аккуратно. От ужасной музыки нет. Есть медики. Я сама медик. Сам сладец, сколько приехал? Ну, нормально, в принципе, чисто. И я смотрю, дети купаются, как бы. И самому в воду не жалко залезть. Нормально, мне понравилось. Подъезд понравился. Да. Очень, очень, очень. Вообще, очень им преобразилось. Я попал в 93-м году здесь первый раз. И вот я сравниваю 93-й год, и сейчас это день и ночь. После экскурсии вывод можно сделать только один. Берега Рязанских пляжей готовы принимать рязанцев для отдыха. Но готовы ли горожане не превращать свои солнечные ванны в одну сплошную курилку? Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Субтитры сделал DimaTorzok